Господин Шлотберг, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Ну вот, появилась информация о том, что новая газета «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры, их деятельность, судя по всему, будет ограничена. Что скажете? «Дождь» и «Эхо Москвы», не новая газета, а «Дождь» и «Эхо Москвы» попали в предписание Генеральной прокуратуры. Сегодня ситуация чудовищная. У нас три общенациональных независимых СМИ «Эхо Москвы», «Дождь» и «Новая газета». Это три ведущих источника информации, независимой информации для граждан. Это три СМИ, которые говорили о войне, рассказывали о войне и рассказывали правду. Правда несовместима больше с режимом Путина, свобода слова органически несовместима с режимом Путина. Подход российских властей совершенно понятен. Войны нет. Есть некая спецоперация по ликвидации нацистов. Все, кто говорят о войне, это враги российского государства. Но, собственно говоря, после принятия новой Конституции в 2020 году, когда Конституция была изнасилована, я бы сказал, в извращенной форме, стало понятно, что состоятся некие чудовищные события. Они предстоят России. Мы не могли предположить, какими именно будут эти события, но было очевидно, что они состоятся. И вот эти события настали. Сначала это были совершенно отвратительные, я бы сказал, живодерские выборы. И в 2020 году, и особенно в 2021, когда от парламента ничего не осталось. Нужно понимать, что при десятках миллионов людей, выступающих в стране против войны, ни одного депутата, способного выступить против войны, это полный слом системы выборов. Это отсутствие самого механизма представительства. Мы сейчас находимся на пороге, как я в этом убежден. Превращение России в очень близкой перспективе, это может быть вопрос даже каких-то недель или, может быть, дней, в полностью тоталитарное государство, в котором будут уничтожены все независимые СМИ, закрыты все оппозиционные политические партии, запрещена легальная оппозиционная деятельность, противостоящая Путину. Фактически мы находимся в 30-х годах в Германии, в прошлом веке. Было совершенно очевидно, что те СМИ, которые продолжат говорить правду о войне, получат удар. Вы не случайно упомянули в самом начале новую газету. Это была такая, простите, оговорка по Фрейду. Совершенно понятно, что в числе этих СМИ должна была быть новая газета. Но так случилось, что 8 октября прошлого года главный редактор новой газеты Дмитрий Маратов получил Нобелевскую премию мира. И вот так взять и закрыть СМИ, которым руководит ряд Нобелевской премии, очевидно, пока что не решились. Я предполагаю, что им выдано какое-то совершенно иезуитское, невыполнимое предписание. И уже Маратов будет решать, готов ли он в такой ситуации работать. В общем, Россия находится на финальной стадии распада остатков демократических институтов. Дальше мы переходим в то состояние, для выхода из которого потребуется деноцификация России. Вот все. Ну, кстати, если говорить о Владимире Путине, специальной военной операции, которую он объявил. Кстати, Киев стали бомбить в 4.30, по-моему. Я просто в прямом эфире видел, ну как это, запись была, но она была поставлена в прямом эфире в один из федеральных телеканалов. И мы как раз тогда были в прямом эфире. Нам писали из Мариуполя, нам писали из Киева. И мы в этот момент вместе с нашими зрителями это все обсуждали. И вот сразу после того, как он сказал, Киев стали бомбить. То есть были уже залпы, там ракеты, не знаю, калибр и прочее. Все, что случилось. Вот это ведь то, что почти никто не предсказал. Потому что я помню, мы с Алексеем Венедиктовым говорили в прямом эфире. И он говорил, я помню эту фразу, он сказал, будут ли русские войска в Киеве? Нет, не будут. То есть никто не верил, что это может случиться. Что произошло? Почему Путин поступил таким образом, как вы считаете? Почему он пошел ва-банк, уничтожая все, свои все суперпроекты, Северный поток и прочее? То есть он отказался от всего ради того, чтобы взять этот Киев, взять Украину, не знаю. Путин ведет войну не просто с Украиной, он ведет войну со всем миром. Он пришел к пониманию, что он мессия. Что его задача изменить последствия 20 века. В каком-то смысле вмешаться в ключевые политические события 20 века, вернуться в них. Это большевистский переворот в России, создание Советского Союза. И тогда же, собственно говоря, в декабре 1922 года появилась и Украина. Примерно в том виде, в котором она в дальнейшем стала развиваться. Пересмотреть итоги Второй мировой войны. И пересмотреть итоги событий распада Советского Союза 1991 года. Он не просто имперский политик, он миссионерский политик. Самые жесткие миссионеры – это самые безжалостные, жестокие люди, которые не останавливаются перед жизнью, кровью, судьбой миллионов людей. Путин живет в своей реальности. Это самое опасное состояние для политика. Он эту реальность сформировал. Перед ним есть некая картина мира. Он в этой картине мира видит себя человеком, который должен восстановить историческую справедливость и ликвидировать несправедливость. Он видит вокруг себя в его понимании вражеское окружение. Он человек советского типа. Вот имперский человек советского типа. Он человек холодной войны. Он человек, в котором отсутствует гуманитарная составляющая. Вот представьте себе головной мозг человека, в котором нет гуманитарной извилины. Она отсутствует. При этом самые кровавые диктаторы всегда были сентиментальны. То есть он может заплакать в какой-то ситуации, и при этом он может приговорить к смерти своими решениями неизвестное число людей. Когда начинается война, неизвестно, сколько людей погибнет, но известно, что погибнет. Путин находится сейчас в чрезвычайно опасном состоянии для всего мира. Его состояние для России несет лишение прав, свобод и, возможно, лишение жизни огромному числу людей. Я не исключаю, что у нас сейчас появится просто концлагеря, потому что ничто этому больше не препятствует. Вчера ликвидирован окончательный мемориал, общество, которое хранило память о репрессиях и репрессированных. Путин в моем представлении в течение последних нескольких лет очень стремительно двигался в сторону своего окончательного миропонимания. И это окончательное миропонимание заключается в том, что есть только тот мир, который он себе видит, который он себе представляет. Если окружающий мир не соответствует представлениям Путина о мире, то нужно исправить окружающий мир. Он шел к уничтожению Украины последовательно. Он обо всем говорил абсолютно открыто. Я ждал войны с Украиной. Я не мог себе представить того кошмара, который происходит сейчас, потому что только две страны бомбили Киев. Это гитлеровская Германия и путинская Россия. Все. И это останется в истории навсегда. Если из сегодняшних чудовищных кадров убрать свет и перевести их в монокрон, мы получим с вами хронику Великой Отечественной войны. Все. Только техника немного другая, люди одеты в другой объект. Это страшно. Но любой миссионер, который возомнил себя властелином мира, а Путин возомнил себя властелином мира, он становится убийцей мира. В каком-то смысле самоубийцей, но убийцей мира. Я хочу сейчас просто перечислить через запятую все эти события, с помощью которых Путин открыто, не стесняясь, шел к сегодняшнему дню, а мир не верил, что Путин говорит правду. Вот он 12 июля пишет статью об историческом единстве русского и украинского народа, где прямо говорит в конце Украине, с чем пришли в Советский Союз, с тем и уходите. Это же прямой призыв к уничтожению Украины как государства в ее нынешних границах. При этом никто не вспоминает о том, что вообще была Киевская Русь. Это и есть родина российской государственности. Не Москва, а Киев, родина Руси. Это невозможно переписать. Вот сегодня я прочитал обращение министра культуры Украины в ЮНЕСКО о том, что может быть разрушен собор Святой Софии. Это уникальный памятник, конечно же, памятник всемирного наследия первой половины XI века. Уникальные фрески, около 3000 метров сохранившихся, фресок первой половины XI века, мозаика, несколько сотен квадратных метров. Там усыпальницы князей, в том числе Владимира Романа Маха и Ярослава Мудрого. И среди усыпальниц деятелей церкви и просвещения усыпальницы чрезвычайно близкого Пскову, где я живу, могила митрополита Евгения Болховитинова, который был псковским митрополитом и за время работы в Пскове стал одним из первых псковских историков. Он написал историю княжества Псковского в четырех томах, переписал на понятный язык псковские летописи и написал книгу об истории Изборска. И много всего сделал у нас здесь в губернии. Он лежит в Киеве, потому что он был также митрополитом киевским и галецким. Это один из ведущих просветителей цивилизации. И если собор Святой Софии будет уничтожен, то там будут уничтожены в том числе и останки человека, который летописал псковскую историю. То есть мы находимся в состоянии уничтожения цивилизации. Сам Киев Путину ненавистен. Он уничтожает вот ту исконную цивилизацию, русскую цивилизацию, которая была цивилизацией свободы. Вот термин деноцификация, который он использовал, я не знаю, по чьей подсказке или сам придумал, это инверсия базовых смыслов жизни. Вот когда 12 июля прошлого года он опубликовал статью, я ее прочитал, не дочитал до конца, а мне стало не по себе. Одновременно же с этим Путин выдвинул лично самый известный список «Единой России» и пятерка лидеров, которые возглавляли министр обороны и, извините, министр нападения. То есть он всему миру сказал, в следующие пять лет Россия ведет вот такую политику, лицом этой политики будет военный министр и министр уничтожения всей разумной внешней политики. Люди подумали, ну ладно, пиар-ход, Россия любит сильных политиков, силовиков. Сейчас народ проголосует, проведут там 300-350 гоблинов за их спиной в Государственную Думу, и окей. Но после этого, вступая через 90 дней, Дмитрий Медведев, выйдя из какого-то анабиоза, в котором он обычно находится, и пишет 12 октября в «Коммерсанте», как бы в либеральной газете, бывшей либеральной газете, статью о том, почему нельзя иметь дело с нынешним украинским руководством. Статью на уровне площадной ругани. Путину в уста не вложили эти слова, потому что он действующий президент. А Медведев – это малоценный, быстро изнашивающийся предмет. Можно вложить что угодно, выпьет, закусит и подпишет. Но дальше ультиматум НАТО и США 17 декабря абсолютно открыто на сайте МИДа сообщается, что Путин направил ультиматум НАТО и США с требованием отсутствия расширения, а на Восток отказа от включения Украины и Грузии и куча других условий. И в те же дни, в те же дни, буквально с разницей в два дня, в Государственную Думу вносится инициатива КПРФ о признании независимости ДНР и ЛНР. Но месяц, ровно 30 дней, этот паскудный, не знаю, как еще назвать документ, не публикуется на сайте Думы, ждет своего часа, потому что Путин ждет ответа на ультиматум, понимая, что ответ будет отрицательным. Он предложил НАТО изменить собственный устав. Это вот в чистом виде, со своим уставом в чужой монастырь. Они ждут ровно месяц, ответа никакого нет. Штаты и США пытаются делать вид, что на такие письма отвечать не нужно. Может быть, погрячился Владимир Владимирович. Надо как-то поговорить, пообщаться. И когда проходит месяц, на сайте Госдумы появляется этот проект постановления, я открываю эти документы и вижу заключение правового управления от середины декабря. То есть они просто ждали. Все было согласовано. Все было согласовано. Дальше событие развивается чрезвычайно стремительно. Начинается концентрация войск вокруг Украины. Поступает отказ НАТО и США от ультиматума, ожидаемый, с предложением вернуться к переговорам об ограничении стратегических вооружений. Причем Россия объективно заинтересована. Просто объективно и экономически, и в военном отношении. Но машина военная уже катится с горы. Объем мощности и численность вооруженных сил достигает третьей всей группировки сухопутных сил России. Ракеты стратегического назначения везутся за 6 тысяч километров по железной дороге с Дальнего Востока к Украине и Беларусь. Беларусь в полном объеме принимает участие в этом акте военной блокады Украины с севера. И становится понятным, что война неминуема. И когда в то время украинские СМИ очень много брали комментарии, я давал эти комментарии. Сейчас в виде исключения, кто-то звонит последние дни, потому что они все под бомбежками, они не могут полноценно работать, они находятся в бомбоубежищах. И меня спрашивали, как вы думаете, вообще возможно ли война между Россией и Украиной? Как вы знаете, война возможна в одном случае. У вас есть язва на территории вашей страны. Называется ДНР-ЛНР. Это физически отрогнутая от Украины легитимная территория Украины. Украина их не контролирует ни в экономическом, ни в политическом, ни в административном, ни в военном отношении. Если что-либо будет происходить ужасно, это будет происходить вот там. Вот следите за этими людьми. Видите, их принимают в единую Россию. Видите, им разрешают использовать средства федерального региональных бюджетов России для государственных и муниципальных торгов. То есть организации, расположенные в ДНР-ЛНР, могут пользоваться ресурсами федерального бюджета. Совершенно очевидно, что ресурсы накачиваются в этой территории. И когда стало понятно, что вот это обращение к Путину в Госдуму будет рассмотрено Госдумой, я понял, что настает конец. Потому что совершенно очевидно, что признание ДНР и ЛНР это выход из режима Минских соглашений, какими бы они ни были неисполнимыми с февраля 2015 года, так просто решили прекратить огонь. Прекратили огонь, большой огонь, то есть полномасштабную войну. Выдохнули, отвернулись, а проблема не была решена, разграничение территории не было произведено, а нормальное гражданское управление отсутствовало. То есть все перевели дыхание, а там был костер, настоящий тлеющий костер войны. И когда решение о признании было подписано, я внимательно слушал тот чудовищный совет безопасности, который все пересмотрели не по одному разу. Это просто босковская картина лиц, невозможно назвать иначе. Я слушал, что эти люди говорили, и было всем понятно, что решение уже принято. Вопрос только в масштабе катастрофы. Абсолютно потратившие связи с реальностью люди сообщали, что мы ко всему готовы, и к санкциям мы уже Грузию прошли, мы уже Крым прошли. Все любятся, стерпятся, приползут на коленях, попросят наш нефть, наш газ и наш экономический потенциал. И когда все было подписано, и вот это единодушие, 400 голосов за ратификацию соглашений, предусматривающих военную помощь в Госдуме, и не помню уже сколько, но тоже единогласно в Совете Федерации, когда появились письма, я помню дату, то есть 21-го, все эти кошмары происходят с подписанием, с этими соглашениями. Понятно, что все это записано заранее, это никакой не прямой эфир, эти все вырезки, все такое впечатление, что сначала они все подписали, а потом уже устроились в спектакль на Совете Безопасности. Вот у меня такое было впечатление по этим видео. Но когда Пушилин и Пасечник 22-го обращаются за военной помощью, это публикует ТАСС, официальная информационная, одно из официальных информационных агентств России, затем все в шоке, не понимают, в каком масштабе это все произошло, и Путин подтверждает, что независимость признана в границах Луганской и Донецкой областей и Украины, то есть в границах самопровозглашенных. Стало понятно, что это война. Но все или почти все считали, что сейчас будет беда, войска из ДНР и ЛНР перейдут на территорию собственной Украины, начнется кровавая бойня вот за эти территории, за расширение границ, до обозначенных в Конституциях. Но масштаб группировки, окружающей Украину, в том числе с территории Беларуси, с севера, то есть с наиболее близкого Киеву расстояния, показывал, что, скорее всего, беда будет шире. Непонятно было, какая она будет. То, что произошло 24 февраля, это разделило мир на две истории. До 24 февраля и после 24 февраля. Путин окончательно разрушил так называемый Ялтинско-Потздамский мир. То есть тот мир, который был установлен после Второй мировой войны, когда 53 страны антигитлеровской коалиции, в том числе Советский Союз, США, Великобритания, Франция, на обломках мира, на руинах Европы, на смертях неизвестного до сих пор точного количества людей, свыше 50 миллионов человек, точное число никогда не будет известно, построили новое мировое устройство, организация объединенных наций, вместо уничтоженной, справедливо ликвидированной лиги наций, которая не смогла выполнить предназначение о том, чтобы остановить гитлеровскую Германию. И главной целью ООН было торжественно провоглашено сохранение мира, предотвращение военных конфликтов. Вот этот весь поствоенный мир, все послевоенное устройство мира было уничтожено 24 февраля 2022 года. В моем понимании, был запущен также процесс уничтожения России. Это самоубийственное для Путина решение. Мы живем в другой стране, совершенно другой стране. От той России, которая была даже посткрымская, даже после этих чудовищных выборов 2018 года, после изувеченной Конституции, когда понятно, что права уже не осталось, но были какие-то балансы, какие-то сдержки противовеса, легальные политики иногда могли участвовать в выборах, а в прошлом году, в 2021 году уже не могли. Мы все были зачищены, просто зачищены. Нас не допустили до избирательной кампании. Было понятно, что готовится нечто чудовищное. Но осознать масштаб этого ужаса мы смогли только в последние дни. Путин шел к этому открыто. Ужас заключается в том, что он показывал всему миру, что я буду делать это. А мир не хотел в это верить. Полтора дня, весь день 24-го, полминуты буквально расскажу, потому что это на самом деле такая вот неразрывная вещь, до середины дня пятницы 25-го все человечество цивилизованное пребывало в ступоре. Сколь бы вменяемая, внятная реакция европейских стран, США, Канады, Великобритании, Австралии, Японии появилась во второй половине дня 25-го числа, когда стало понятно, что все, все, Путин уничтожает Украину полностью. Притом люди не могли поверить. Масштаб лжи был чудовищный. Мы не стреляем по мирным людям. Вот кадры убийства мирных людей. Вот все. И мир пришел в каком-то смысле к финалу. То есть этот мир, который был до 24 февраля, он рухнул полностью. Мы не знаем, что будет в любой момент. В России могут сейчас убить любого человека, не согласного с Путиным. Просто любого. Закажут и убьют. Я сейчас ни одному человеку не посоветую приезжать в Россию. Ни одному. Вот в такой ситуации мы сейчас все оказались. Лев, а вот по поводу ядерной кнопки. Это сейчас... Знаете, я вот разговаривал со своей мамой, и я вдруг понимаю, что мы всерьез начинаем говорить о ядерной войне. Я говорю маме там, слушай, может быть, на дачу, как это все-таки она подальше от больших городов. И я ловлю себя на мысли, что вот это не абстракция. То есть то, что казалось, ну да, ядерная бомба, силы сдерживания, но этого никогда не будет. Он может нажать на кнопку? Да, он может нажать на кнопку. Он провел показательно ровно за сутки до признания ДНР в ЛНР. Учение ядерных сил. Пригласил еще Лукашенко, своего ровженосца, для участия в этих учениях, демонстративно показывая, что для пусков может быть использована территория Республики Беларусь. Официально вроде бы они репетировали пуски ракет до 500 километров. Но знаете, до 500 километров с территории Беларуси и с территории, допустим, Калининградской области это же не только Киев, извините, Рига, Вильнюс и Таллинн. Это Берлин, это Варшава, это Будапешт, это Прага, это вся Европа. И он показал всем, что вот это у меня в руках. Когда он сделал свое четверочное заявление 24 февраля, он же сказал, если кто-то будет этому мешать, вы получите такой ответ, с которым еще никогда не сталкивались в жизни. Так это же и было. Уже тогда сказано, иносказательно, но совершенно понятно и прозрачно, что речь о ядерной атаке. Я вижу сейчас по всем действиям, это видит весь мир, то, что он сделал в воскресенье на встрече с Шойгу и Герасимову, заявив о проведении учения стратегических сил сдерживания, это и есть ядерные силы России, о проведении их в высокую степень боевой готовности. Это и был ответ на все, на санкции, на разрыв всех отношений, на блокаду России. Он назвал это все нелегитимным и вынул ядерную бомбу. Как кастет, вот просто как финку из кармана. И она у него есть. А мир не готов. Мир не готов вообще к такой ситуации. Как защитить Украину? Первые два дня вообще казалось, что весь мир сдал Украину. Просто сдал на растерзание вот этим пришедшим оккупантам. Затем стало понятно, что есть какая-то экономическая реакция. Затем стало понятно, что Путин вполне ожидаемо, кстати говоря, в ответ на эти ультиматумы повышает ставки, просто повышает их до беспредельного. Он ведет себя как смертник. И все его ближайшие подчиненные точно так же. У них нет выхода. У них нет никакого выхода в дальнейшую жизнь. Они обрезали все свои связи, все свои системы жизнеобеспечения. Ведь если вспомнить киоретки кризиса 62-го года, Кеннеди и Хрущев в решающий момент вышли на прямой разговор по проводу, который тянулся по дну океана. То есть они говорили буквально физически через секретный кабель, который был проложен между двумя столицами. И спустя 17 лет после Второй мировой войны смогли отодвинуть мир это грозоядерная война. А когда уже все данные всех разведок говорили о том, что наступление начнется вот-вот российских войск, и это будет глобальная атака на всю Украину, Зеленский позвонил Путину ночью. Понятно, что он звонил не с личного мобильного на личный мобильный Путину, но есть прямая связь между лидерами государства. И никто не ответил на том конце провода. То есть если в 62-м году Хрущев мог позвонить Кеннеди, а Кеннеди мог позвонить Хрущеву, и они могли провести разговор, то сейчас никакого разговора нет. Путин требует изменения мироустройства, всего глобального мироустройства. Он требует это любой ценой, ценой любых жизней, любых жертв. То, что мы сейчас видим в Украине, это не может укладываться в голове. Сегодня фактически рушится цивилизация. Это центр Европы, это одна из крупнейших стран Европы. Число жертв до сих пор неизвестно в полной мере. Взрывы в Харькове, взрывы в Киеве. Все, что мы видим сейчас перед собой, это апокалипсис. Для Украины это уже сегодня апокалипсис, но с точки зрения гуманитарного подхода, общечеловеческого подхода, это гуманитарная катастрофа и разрушение принципов мироустройства в 21 веке. Все должно быть иначе. Мир должен быть перестроен. Никто не оказался готов к этой чудовищной агрессии, к этой войне. Ни к защите Украины, ни к защите своих интересов, ни к влиянию на Путина, ни к диалогу вот со всем этим его окружением. Эти реальности сейчас несовместимы. Шойгу сказал сегодня, что российские войска не остановятся, пока не выполнят поставленные задачи. Все. Все, понимаете, это в каком-то смысле это финал. То, что будет после этого, ну так извините, в 40-е годы 20 века никто не знал, чем закончится Вторая мировая война. Она могла по-разному закончиться. Помните, какие усилия были предприняты, чтобы Германия не получила ядерное оружие? Потому что все понимали, что если она его получит, то оно будет применено. И проигравшая Германия не успела его создать. А теперь нет вопроса о наличии ядерного оружия, в смысле о недопуске к ядерному оружию. Вот. Это ядерное оружие в руках. Экономики нет, благополучия нет, счастья людей нет, но есть ядерное оружие. И у Запада нет ответа, у всего мира нет ответа на этот вызов. Ответ отсутствует. Это чудовищно. Это чудовищно. У меня сейчас нет никакой перспективы. Вот я, может быть, сейчас говорю впервые за все время наших бесед с вами, вы всегда меня спрашивали, что делать. Я всегда знал, что делать. Я сейчас обращаюсь к гражданам России. Не молчите. Заявляйте эти военные позиции. Не можете выйти в пикет, подписывайте в петицию. Не можете выйти на площадь, пишите у себя в социальных сетях, что мы против войны, что это чудовищно. То, что происходит, это в итоге закончится судебным процессом. Только, понимаете, это уже не вопрос ГАГского международного трибунала, это вопрос отдельного, отдельного трибунала по войне в Украине. Притом не в этом году, а начиная с 2014 года. Вот такая перспектива. Как это будет? Через что мы пройдем? Чего потребует жизнь на войне? Вот мы сейчас вроде как в тылу, по России никто не стреляет. Но я понимаю, что сейчас ситуация такова, что стрелять по нам будут люди, которые сейчас они в Украине, а потом они вернутся, и они будут работать по нам. Вот просто прицельно стрелять по нам. Вот что предстоит пережить в нашей стране. Как это будет воспринимать мир? В Россию никто не полезет. Останавливать Путина никто не будет. Если начнутся расстрелы на Невском проспекте в Петербурге, мир будет выражать глубокую озабоченность, но здесь не будет никаких сил для того, чтобы это остановить. А все идет к этому. Вот в какой ситуации мы находимся все. Нет механизма. Все нужно отстраивать заново. Это жестокий урок для всего мира. Просто для всего мира. Все пропустили. Я скажу одну вещь для Европы, потому что я понимаю, что нас смотрят многие жители, люди, живущие за пределами России. Если бы то, что сейчас делает мир по изоляции России, по блокаде, по санкциям было бы сделано после Крыма, вот сразу же, весной, даже не летом, весной 2014 года, не было бы ужасного Донбасса. Уже тогда, в 2014 году, его бы не было. Возможно, Путин не был бы сейчас президентом России, просто история пошла бы по другому пути. Тогда было бы дано понять, мир не терпит пересмотра европейских границ. Не терпит. Все, дальше вы не пойдете. Дальше у вас будет экономический крах. Но никто не сделал. Все решили пойти на компромисс. Все решили заняться умиротворением. Ведущие страны мира, и США, и Евросоюз, никто, по сути дела, ничего не сказал. И когда наступил Донбасс, все подумали, ай, что-то здесь вот у нас не случилось, не сложилось. Случайность какая-то, может быть, разогнались так в Крыму, что не смогли остановиться. А ведь тогда уже было понятно, чем закончится. Просто было понятно, чем закончится. Масштабы ужаса, масштабы катастрофы не были ясны. Но это было движение вот в эту сторону в сегодняшний день. Вот в феврале, марте 2022 года. Но все надеялись жить благополучно. Не иметь больших конфликтов. Получать сырье из России. Использовать российский потребительский рынок. Российские финансовые возможности. Вот вроде как, ну да, есть какие-то проблемы, но мы надеемся, что их как-то кто-то решит. Потом, не мы, следующее правительство, следующее поколение. И дождались. Вот сейчас можно просто читать историю 20-го века, 30-го годов, и смотреть на историю второго десятилетия 21-го века. И просто напрямую проводить исторические параллели. Все повторяется. Все, что не вылечено, все неизвлеченные уроки возвращаются. Ну что ж, Лев, спасибо вам. Будем на связи. Берегите себя. Потому что, я так понимаю, что жить в России становится достаточно опасно тоже. Это так. Ну вот так и есть. Мы пришли к такой жизни. Вадим, спасибо большое. Спасибо всем, кто слушал нас сейчас в эфире. Берегите себя. Дай бог будет мир, но похоже, что цена будет очень дорогой. Будем на связи. Спасибо. Лев Шлотберг был с нами на прямой связи сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok